Мифы, антимифы, рефлексированная реальность Ленинградской школы инженерной лингвистики, памяти Петровского. Если не быть пафосной, сообщу, как мне понравилась программа этих чтений, памяти 95-летия мастера. Как мне приятно было читать родные имена моих коллег, друзей, новые для меня имена. Имена очень достойных ученых, говорить рядом с которыми для меня очень лестно. И темы, о которых они говорят. От лингвистики, детской речи и компьютеров, их обрабатывающих, до психолингвистики, генетической связи, языка и мозга, что уж совсем не близко. А если быть пафосной, как и подобает случаю, то пользуясь честью быть участником, к сожалению, виртуальным, с той достойного и научно-полифонического нашего пленарного заседания, но закрывая его и тем самым открывая дорогу к вечернему круглому столу, я понимаю, что вы уже устали и еще устанете сегодня. И потому постараюсь не превысить отведенное мне время. Впрочем, не надо мне особенно верить. Я по природе нарушитель. И по ходу изложения вы в этом убедитесь. Ну, кроме уж и вообще много нарушения. И потому я поставлю перед собой только две цели. Ну, непростые. Цель первая. Я буду говорить лишь о двух вещах. О том, что давно лежит в копилке памяти, зачастую искажающей с плюсом или минусом прошлое, и как-то все настойчивее требует выйти на сегодняшний коммуникативный свет. Эта копилка своего рода сундучок, в котором стучат лица и события структурного инженерно-лингвистического мира своим стуком, этически требующими от нас восстановить и оценить их значимость, и нашу тоже. Как в прошлой картине мира, так и в нынешней, с ее новыми силовыми компьютерными линиями. Второе. И кроме того, я буду говорить о том, что лингвистически и концептуально накопилось за отчетный перед Раймондом Генриховичем период. Потому что перед ним надо было отчитываться по-серьезному, делами. Например, о переходе инженерно одной такой особенностью является переход, на мой взгляд, инженерно-лингвистического постмодерна, о котором я говорил в прошлый раз, выделив эпоху лингвистического модерна и постмодерна, от бифуркации, в общем, довольно либерального рывка, когда сложная инженерно-лингвистическая система, находясь на перепутье и находясь в неравновесном состоянии, еще может выбирать один или другой путь либо лингвистической, либо компьютерной доминанты. Переход от этой бифуркации к сингулярности, агрессивной, такому мощному компьютерному натиску, что может произойти взрыв невостребованности. Тогда океан, отлично обработанный, мгновенно доступный и корректной информацией, может захлебнуться сам в себе, поскольку не сможет найти своих потребителей, пользователей, которым эта информация может быть нужна, и они ее, грубо говоря, купят, чтобы пользоваться и развивать дальше. Невостребованность наступит потому, что интенции, потребности возможных пользователей лингвистических систем не отрефлексированы, то есть, грубо говоря, система не может найти тех, которым она нужна. А это требует разработки и внедрения мягких моделей лингвистической рефлексии на уровне семантики и знака языка, рефлексии на фокальные точки пользователя, на то, что ему актуально, важно и интересно. Итак, я ставлю две задачи, решение каждой из которых маловероятны. Первая задача, особенно, сундучка памяти, вечная, банальная и неразрешимая и в науке, например, в истории школы Петровского, и в истории, и в культуре, и в социуме. Ведь у каждого прошлого свои мифы и антимифы, отражающие фокальные точки тех, кто их создает, корыстные или бескорыстные. Кто-то хочет найти правду, а кто-то хочет найти такую правду, которая ему будет выгодна. Поэтому невозможно построить истинную картину прошлого, потому что истина у каждого своя. Вторая задача легче, это наша реальность, где мы, с одной стороны, в том, что касается оценки лиц и событий инженерно-лингвистического сундучка, своими трудами и собраниями, а мы собираемся уже в четвертый раз, подтверждаем достоверность и творческую энергетику реальности прошлого, которая развивается в настоящем. Раз развивается, значит, то, чего не было, развиваться не может. Где ничего не положено, там нечего взять. Значит, было положено. А с другой стороны, о сингулярности я буду говорить, но здесь проще, потому что здесь мы можем только строить гипотезы или давать предложения, которые еще не стали прошлым и потому не могут быть отрефлексированы, а просто как бы осмыслены сегодня. Прежде чем я приступлю к решению этих двух поставленных мною задач, необходимо обосновать метод и инструмент, единственное, с помощью которого я умею попробовать их решить. Я думаю, что я умею. Итак, о методологии решения проблемы и основные понятия. Как следует из названия доклада, инструментом для решения моих задач является рефлексия, способная отделить мифы и антимифы в истории Ленинградской школы Петровского и вообще способная это сделать. Рассмотрю их по очереди. Под рефлексией обычно понимается способ сознательного отслеживания и анализа собственной мысли. Ну, простой пример. Я думаю, что он думает, что я думаю, что он знает, что я думаю. Иначе рефлексия – это мысль о мысли. Рефлексия – импонентное свойство сознания, позволяющее человеку строить модель оценки себя, самим собой и другими в картине мира, куда они оба включены, и саму эту картину мира. Эта идеология была подарена мне при построении мною теории лингвистического знака и языка, включенного в коммуникацию моим аспирантским руководителем, московским наставником и учителем Юрием Анатольевичем Шрейдером, математиком, кибернетиком, систематиком, доктором философии. Ему исполнилось бы 90 лет. Он номер 20 лет назад. Я делаю первое нарушение. В год юбилея, 95-летнего юбилея Раймонда Генриховича, я говорю о 90-летнем юбилея Шрейдера. Но, может быть, это не ошибка. Дело в том, что это были два очень ярких ученых, которые оказали огромное влияние, на мой взгляд, ну, прежде всего, на меня, что важно для меня, оставили очень яркий след в науке. Они были сходны своим рефлексивным интересам к партнеру, с которым они общались, работали или занимались чем-то, но каждый из них делал разные вещи. У них были разные цели. Если Шрейдер, это был океан идей, 800 печатных работ. Он работал от над систематикой любящего до психологии, до этики совести и математического моделирования. И вот этот идеологический багаж останется неприкосновенным. Мастер ушел, книги остались. Петровский, в отличие от этого, являлся человеком, который, будучи очень образованным лингвистом и человеком очень широких взглядов, в смысле, очень широких интересов, всегда имел цель сделать из этого что-то. Вот для него сделать – это было самое главное. Если сделать, значит, то, что я думал, правильно. Поэтому уже в 50-м году он делает свой первый ручной частотный словарь. Он сам. Вот об этом немножко позже. А что касается меня, то с двух сторон, если Шрейдер, каждую вещь отдельную, которую мы с ним обсуждали, каждая, это было все безумно интересно, очень точно, очень просто, очень ясно, но в совокупности создавало во мне хаос этих знаний, который при попытке применить это к конкретно построению своей собственной теории и решить конкретную задачу, был именно Петровский, который выслушивал, рефлексировал эту мысль и заставлял меня выразить ее так, чтобы она стала абсолютно прозрачной, понятной, и тогда она могла быть положена в основе модели и получен результат, который был нами получен. Так вот, возвращаясь к Шрейдеру, это именно он рассказал мне об открытии Владимиром Лефевром новой области математического моделирования структуры рефлексии, своего рода рефлексивного компьютера в человеческом сознании, осуществляющую рефлексию не только мысли, но вообще переживаний, поступок и оценок. Такое расширение позволило не только включить предмет исследования структуру этических оценок и самооценок, но дало возможность существования, доказательству существования двух этических систем, опирающихся на разные категорические императивы, либо по-разному опираясь на моральные категорические императивы. Для одних поступок мог быть совершен только если он не переходил, если он не противоречил категорическому императиву, добра и зла, скажем. А вторая этика – это та, которая допускает обход императива, если цель, которая поставлена, либо очень важна, либо очень нужна, либо просто более удобна. Таким образом, на основании этого им удалось построить алгебру совести. Её строил Ли Февр и написал о ней в 1982 году. Но уже, начиная с 1964 года в своей книге «Конфликтующие структуры» он уже говорил об этом аппарате. Впрочем, эта теория – это алгебра совести, её иногда называют алгеброй совести Ли Февра, Шрейдера, такие экспликации и экстраполяции, яркие, точные делал Шрейдер, что вот как-то трудно всегда это разделить. Воду рек от воды моря. Но идея вообще принадлежала Ли Февру, о чём всегда говорил Шрейдер. Просто она такая замечательная, что её сразу хочется скушать. И это именно она позволяла этически оценивать отрефлексированную человеком картину мира. Видимо, что Поли Февру, важно, что Поли Февру алгебра совести моделируется обычными логическими импликациями, есть ли то, где значения переменных 1,0, ну скажем, в таблицах истинности, или истинно-ложь заменяются простой заменой до дэ, зэ, добро и зло, что позволяет описать этические категории совести, моральные рефлексии, этики, мотивов, поступков, мира, мира, ощущения. теперь понятно, почему для оценки реальности, в нашем случае школы Равиона Генриховича, я выбрал инструментом именно рефлексию, как способ оценить, отрефлексировать реальность с точки зрения моей алгебры совести и сделать по отношению к мифам и анти-мифам об этой реальности, которые время искажает, а мы стараемся восстановить. Вот одну из таких попыток я и попытаюсь сделать. Хотя прошлое было таким, каким оно было, мистифицировано так, как оно было мистифицировано и как бы все, что было, все, что ныло, все давным-давно уплыло. Вот мы пытаемся это как бы поймать. Что же касается сопоставления мифов и анти-мифов, то здесь я, восхитившись сценарием, смыслом и абсолютно рефлексивным подходом к личности и творчеству и наследию Шекспира в блестящем эссе Домбровского, предваряющим его три новеллы о Шекспире. Практически я согрешила плагиатом название этого доклада. Работа эссе Домбровского называлась, имела под название «О мифе, анти-мифе и биографической гипотезе». Основная идея там такова, меняются времена, с ними меняются и мифы, и анти-мифы. Сегодня они одни, завтра они другие, а великий и мудрый мастер жив уже добрые полтысячелетия. Остались его книги как результат жизненного пути. И эта реальность настолько простая и очевидна, что любой миф, самый убедительный и расчетливо построенный, разлетается при столкновении с ней. Вот я и хочу эту реальность как бы отрефлексировать так, чтобы мифы как бы разрушили сами себя. Теперь, определив основную терминологию, перейдем к нашим двум целям. Первая цель – копилка памяти, инженерно-лингвистический сундучок, где мифы и анти-мифы и рефлексия рассматриваются как инструмент реконструкции реальности, сталкиваясь с которой, миф и анти-миф взаимоуничтожаются. Дело в том, что с некоторого времени мою алгебру совести одолевает внутренний протест против двух вещей в науке – истории, культуре и социуме. Против разрушения и искажения картины мира прошлого путем забывания событий или вычеркивания личности, как, например, при затушевывании карандашом лиц на фотографиях. Наблюдение это и важность этого оценивается историком. Видно, что автор зарисовал свое лицо на этой фотографии. Или стирание кино- и фотоизображений путем монтажа. Летушь фотографии, которая изменила историю. Это интересная фотография. Интересна она тем, что она взята из учебника истории восьмого класса французского колледжа. Это говорит о том, что хорошо отрефлексирует французское образование на то, чтобы отразить историческую картину мира. И вторая вещь, против которой я восстаю, против мифов и антимифов, искажающих вообще картину мира. Этот рисунок мифа и антимифа истории. Здесь видно, как во времени за 70 лет поменялись местами миф и антимиф. А именно, что Вторая мировая война 1941 по 1945 год в 1945 году была отечественной для СССР. А французская и французская газеты утверждают, что 50% французов говорят спасибо за победу русским. А в 2015 году через 70 лет та же война стала отечественной для Соединенных Штатов. И следовательно, 54% французов за победу говорят спасибо американцам. Как видно, ни миф, ни антимиф не являются реальностью. Они своего рода такие гомункулы, выращенные на искусственных средах. Об этом говорит Домбровский. И основанные на позитивной или негативной интерпретации тех, кто их генерирует. Кстати, нас включая. Ведь мы тоже создаем мифы и антимифы, желаем мы того или нет, но следуя своим внутренним интенциям и мотивировкам. Вот и возникает настойчивое желание, точнее, этическая потребность отдать прошлому прошлое таким, каким оно было, а не искаженным. Ни негативными мифами, капризно и корыстно передвигающими, стирающими личностей и целые народы с планшета событий, или даже забывая сами события. Ни позитивными антимифами, создающими кумиров белых и пушистых, а события, делающие ясными и простыми, хотя в реальности они таковыми не были. В нашем случае презумпция очевидца, свидетеля защиты. Я хочу попробовать этически совестливо, экспериментально подтвержденно отрефлексировать инженерно-лингвистическую реальность и тем заполнить некий прочерк, расположенный, на мой взгляд, между достоверными реалиями и мифами истории русского фундаментального и прикладного инженерно-лингвистического структурализма 20-21 веков. В этот прочерк, на мой взгляд, попадает созданный профессором Пераптровским всесоюзная группа статистика и речи, она была создана в 50-м году и Ленинградская школа инженерной лингвистики, созданная в 64-м году. Как свидетель защиты подтверждаю, что обе группы представляли собой, дальше идет цитата, документа. Неформальные коллективы в вузах и академических институтах страны, работающие в рамках неофициальной науки, не приоритетных направлений, не получали за это денег, не имея ни финансовой, ни материально-технической поддержки, исследования велись либо через диссертационные исследования, результаты которых и были достоянием, как бы, хранилищем этого направления, либо на основе инициативного хозрасчета. Этим документом для меня является биографическая справка Анны Александровны Петровской 2010 года, изданная в научном мнении. Миф же говорил тогда, что группа Петровского, направление Петровского, статистика речи, очень узконаправленная, частотная методология, которая ничего не может дать, кроме примитивного машинного перевода. Машинный перевод тогда был действительно примитивный, но он был, и он работал. А потом уже развитие пошло по совершенно другому пути, концептуальному, семиотическому, и это направление, а это была база. Как уже говорилось, для развенчания этого мифа я попробую этически честно оценить реальность, то есть значение в статичном прошлом с его мифами, в том, оно уже было, и значимость в мобильно-технологически взрывном настоящем с его антимифами. Для этого путем рефлексивной реконструкции я постараюсь столкнуть слова, то есть мифы и антимифы о научном наследии Петровского, воплощенном в более чем 300 научных работах, 150 кандидатских и 14 докторских диссертационных исследований, и дела, то есть с инженерно-лингвистической реальностью, то есть с тем материальным, материальным инженерно-лингвистическим багажом, который оставила школа Петровского. Итак, достоверность реальности, как мне кажется, подтверждается следующими факторами. Первое. Родившаяся в конце 50-х годов в виде ручных частотных словарей по французским, молдавским и румынским текстам для молдавского лингвистического атласа, изданной в ЛГПИ в 60-м году, говорит о том, что Раймон Генрихович Петровский уже с 50-х лет начал возделывать экологически чистое лингвистическое поле, как Вавилов в свое время возделывал по всему миру своей делянки. И это поле дает результат уже сегодня. Второе. Урожай с этого поля дает новые всходы в виде работающих и создаваемых ныне автоматических словарей, систем машинного перевода, распознавания смысла текста, образовательными и психолингвистическими тестами, методиками и экспериментами, которые ведутся лингвистами, которые ведутся лингвистами и психолингвистами совместно, а также словарями по идентификации авторов исследования, которые ведутся в Ленинградском университете под руководством Марусенко. На этой же основе развивается эффективно все, что касается корпусной лингвистики. Третье. Главное дитя Раймунда Генриховича машинный перевод выросло и ушло из дома, как уходят все дети. Но это дитя ушло, попало в надежные руки. Это руки людей из нашего инженерно-лингвистического сундучка Светланы Владимировны Соколовой и Александра Андреевича Серебрякова, где Света Соколова на самом деле уже не является математиком, она такой продукт создания инженерно-лингвистический генетический человек. Она не просто математик или занимающаяся лингвистикой, она математик и лингвист, при том, как математик, она рефлексирует на лингвистику и делает в математике то, что нужно лингвистике, а не то, что удобно математике. Что же касается Саша Серебрякова, то он совершенно замечательный концептуалист, делает очень замечательную концептуальную картину лингвистической задачи и очень строго, и очень сердито, но моделирует именно то, что требует лингвистическая рефлексия. Четвертое, это я, как одно из лиц из этого сундучка, как и многие из вас, присутствующие в этом зале, о которых я уже говорил, мы, будучи свидетелями и участниками определенного отрезка этой реальности, уже самим своим присутствием и своими работами подтверждаем эту реальность. Что касается и это урожай того поля, это и наши работы тоже, которые есть не только в России, но и в Израиле, но и в Америке. И вот во Франции я создала два словаря и написала научную работу, которая на самом деле полностью отразила все результаты, которые были получены в группе Петровского в Ленинграде. и одно из этих, и отсюда следует как бы существенный вывод, что те теории семиотической концепции знака языка были сейчас могут послужить одним из средств для выхода из проблем сингулярности, сингулярности, потому что по второму вопросу от бифуркации к сингулярности, как уже говорилось, если в ситуации, когда возникает бифуркация в зоне неустойчивости и система может либо разрушиться под влиянием весьма случайных факторов, либо скачкообразно изменить свою структуру с тем, чтобы сохраниться самоорганизовавшись, но ей нужно помочь самоорганизоваться, вот чтобы она хорошо самоорганизовалась, был предложен в прошлом моем выступлении был предложен выход в виде замены жесткой математической модели на мягкую лингвистическую, но это делалось в модальности можно, сегодня же в эпоху агрессивной сингулярности, когда проблема взрыва невостребованности стоит настолько остро, уже разговор о том, что нужно что-то сделать, как-то переиначить не структуру, а способ моделирования в системе, эта проблема стоит уже в модальности надо, иначе говоря, это надо касается необходимости ввести рефлексивно прагматические инструменты для того, чтобы система могла рефлексировать на пользователя и тем самым как бы получается, что реализуется задача той самой прагматической семантики, которая была создана нами и описана в моей работе, которая была создана нами при создании системы Франт программистским руководителем, который был Александр Сергеевич Серебряков, а одним из основных программистов был Артём Оренбург, который и задал мне этот вопрос по поводу того, что по поводу этой невостребованности, что есть очень много, что на самом деле люди, создающие мощнейшие информационные системы, мощнейшие базы данных, замечательные, они ищут тех, кому эти базы нужны, и эти те готовы, их купить и найти, но для того, чтобы это случилось, как я уже говорила, он задал мне вопрос, слушай, а вот этот метод, который мы использовали вот этих координатных таблиц, когда на пересечении актуальных сегодня параметров и обычных действий возникает именно та тема, которая актуальна сегодня, каким можно отрефлексировать так мотивировки тех, которые нас ищут, то есть, как помочь системе найти своих потребителей. Я благодарю за это Артема Иренбурга и полагаю, что это именно тот выход, который может существовать для решения проблемы, для того, чтобы избежать сингулярного взрыва, этого натиска информации, этого моря, океана, который может захлебнуться. И последнее, что я хочу сказать, это развитие, семиатий, развитие семиатического направления, в котором, в котором Раймон Генрихович участвовал очень активно и очень сделал большой вклад, позволило реализовать, позволило породить некую идею о рефлексивных, прагматически ориентированных системах и о том, что для того, чтобы это сделать, мы не можем на самом деле дать математикам как бы генно, не можем рассказать им, а что является элементарной единицей, с которой можно работать, я об этом уже говорила. И так появляется надобность в создании лингвистической генетики, когда выделяются лингвистические гены, хромосомные, ДНК, и вот на всех уровнях языковой системы, а не только до концептуальной. И эта идея оказалась действительно плодотворной. Когда мы о ней говорили, она оказалась такой экстравагантной и несколько эзотерической. Но я очень рада, что сейчас эта идея, то есть сейчас, это сейчас и уже давно, она возникает в разных местах научного пространства. Так я с большой радостью увидела в работах Татьяны Владимировны Черниговской идею о том, что про мозг мы не знаем, они не знают так же, как мы не знаем про язык, но при этом были найдены языковые гены, ген, который отвечает за дислексию и ген, который отвечает за языковую способность, ну, скорее, это касается артикуляции. Он, правда, найден был не только у человека, а у комаров и таракашек, но на самом деле наличие уже как бы само направление, само желание найти эти гены является очень существенным. А если говорить о работах Пашковского, которые, они, психологи, психолингвисты, которые изучают дефекты речи, что говорить? Сюда же относятся работы по изучению детской речи. Ее ошибки являются теми самыми значимыми зонами, в которых очень удобно искать ответы на вопросы. И так получается, что в свое время одно из наследий Раймунда Генриховича и его обращение к синемиотическому анализу, к синергетической лингвистике, к важности вот этих точек бифуркации, где, возможно, разные пути и лингвисты предлагают свои пути довольно интересные и плодотворные. Вот то, что в научном пространстве эти идеи продолжают развивать, они просто как бы висят в разных местах. И вот когда и одно это уже говорит о том, что достоверность реальности того наследия, которое оставила школа направления развитая Петровским, градус этой достоверности достаточно высок. Я благодарю вас за внимание и прошу вас прощения за нарушение своего обещания не превысить то время, которое мне было отведено. Спасибо.